Есть свое прочтение, свое понимание, поздравим глаз, соним центра, с ценой точки, не в той, которую видит обычный турист, а совсем, ну, радуется, летящий, взгляд вверх, поднимающий нас, как бы на самолете поднимаешься вверх, а все внутри опускается, и ты блаженствуешь. Вот это ощущение определенного блаженства, восторга, оно присутствует в результате, связанной с Герлином, с его новой архитектурой стеклянных фасадов, которые отражаются исторические постройки. И что характерно, вот для вас, что вы берете, казалось бы, альтернативную тему, да, вот протестантизм, с точки зрения вероисповедания, конфессий, и берете мусульманскую тему. В мусульманской тему звучат другие ноты, звучат более размеренные, под ярким солнцем, таким безоплачным небом, жизнь, жизнь за чаепитием, это такая медитация. Здесь в ваших работах звучат и нотки, которые когда-то в меня в Сибири понимали красоты Востока, Андрея Матисенко. Я не хочу сравнивать с ними, пропаду прямых аналогов, потому что у каждого из нас в воображении возникают свои ассоциации. И вот это хорошо, что ваши работы вызывают у каждого зрителя, но вы поставите еще у меня, ассоциации разные, разные, и разного эмоционального настроя, и разного эмоционального накала. И я думаю, что графически, если про Германию не выяснить, о Германии, о Берлине, поскольку Берлин для меня, после Москвы, второй город, не Борис, к сожалению, но второй город Берлин, поскольку этот город живущий город, этот город постоянно обновляющийся и так стремительно, так быстро, он является камертоном времени, времени нашей, 21 века. Я помню, Берлин весь в лесах строительных, сейчас эти леса заменены великолепными образцами современной архитектуры. Это современная архитектура, которая попадает в контекст понимания Берлина как такового, попадает в контекст продолжения традиций Бао Хаоса. Хотя Берлин, новый Берлин, строили архитекторы не только немецкие, это итальянские, французские и голландские архитекторы. И вот это сочетание национальных традиций, традиций, которые мутируют и превращаются в единую традицию 21 века, они присутствуют в Берлине. Берлин – это город будущего, это город, в котором это будущее, наряду с неувитающим прошлым, остается в вашем сознании и памяти. Не только турец, но и людей, которые знают Берлин, которые любят его, так же, как и вы, наверное, и все. И морозка. Морозка, я вижу, что здесь я не помню, но морозка, может быть, я также помню, как и вы, но это не моя стихия. Я считаю, что импульсивный, как и вы, но это контрастная. Вот этот контраст, он очень хорошо замечен, но художник и должен быть таким, поскольку мы с телевизуалем каждое мгновение, и каждое мгновение, оно непостоянно и прекрасно. Я поздравляю вас замечательным дипломом, который пробудил в моей душе так много воспоминаний, и были переданы к себе. Спасибо. Я очень хочу поздравить Николину с таким замечательным дипломом, и защиту стенковой мастерской, со своими коллегами, с которыми мы работаем, в этой мастерской, и вот заявленная тема Илья Жиховского, как бы, в происках истины, она проходит через всех дипломатов, и вот каждый ищет свою истину. И в данном случае Николина, она тоже ищет свою истину, она убитный человек, она очень много разъезжает по миру, и, наверное, благодаря ее стараниям и мы просвещаемся, то есть она привозит массу интересных впечатлений, и таким образом и просвещает нам, нас, за что мы очень благодарны. И вот то, что она сделала великолепную серию афортов, вот по Перлину, вдруг неожиданно, с автопортретом в центре, как бы, тоже она ищет свою истину, свое пространство, я бы сказал, благодаря словам Павла Кузнецова. Поэтому я поздравляю Николина с этой замечательной работой, и желаю ей не потерять свое пространство, и желаю ей просто чем-то всем. И в конце я бы добавил, от нашей мастерской поблагодарил бы Суворова Александра Борисовича, потому что без его поддержки, не знаю, здесь он, здесь, 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 да? Без его, без его замечательных печатниками, с которыми работала Николина, и вот они все помогали нашей мастерской. Поэтому без мастерской афорты, наверное, Николина не смогла бы это сделать. АПЛОДИСМЕНТЫ Разрешите, Валя, несколько слов. Работает. Мне хотелось бы присоединиться к тем, искренним словам, поздравляю Николине, которая замечательная в этой серии. У нее не забыли, в этой серии, но еще несколько замечательных циклов. Она человек очень работоспособный, любящий искусство, ощущающий себя полностью, полнокровно в этом процессе. Она будет путешествовать, как сейчас говорили. И я думаю, что она из той компании своих друзей только лет, а именно сколько, 8 человек, 7 девочек, 1 молодой человек. Эта компания, наверное, и дружная, и веселая. Я их запомнил еще с первого курса, когда они сделали очень, по-моему, неплохие афорты. И я посмотрел на них, потом, спустя несколько лет, и поднимательнее. Правда, плотно я не касался дипломной работы, но я заметил следующую вещь, что они все одержимы большой, настоящей, трудной, тяжелой работой. Их чувства, их мысли достаточно амбициозны, по-хорошему, по-настоящему, творчески амбициозны. Они говорят, прежде всего, о самом себе. Я хочу сейчас многое сказать, у меня есть что-то сказать. Прежде всего, самим себе, но потом и зрителям, и педагогам. И вот эта одержимость, это ощущение себя в каком-то хорошем таком состоянии творческого порыва, разогрева, оно вселяет надежду, что, как было сказано, пространство и любовь к искусству не покинут этих замечательных молодых дипломантов, даже, невзирая на то, что они могут потом этим не заниматься вообще, жизнь по-разному складывается, и пути Господни неисповедимы. Но вот тот творческий заряд, то желание делать хорошо, много, ответственно, с большой любовью и с большой ответственностью, мне кажется, что это очень хорошие качества, отмечающие вот всю эту группу веселых, замечательных, красивых девушек. Я поздравляю. Я хочу сказать огромное спасибо своим педагогам, Петлю Александру Ивановичу. Ивановичу 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 Анатолию Борисовичу и Суворову Александру Борисовичу, которые вели нас на протяжении всего обучения и вкладывали в нас гораздо больше, чем обычно вкладывают в росты учеников. Они действительно относились к нам как к детям. Спасибо вам огромное. А также Карлиру и Павлу, печальникам охотной мастерской, за то, что они терпели меня этот дипломный год, я не знаю, как им это удалось. И своим родителям, конечно, которые всегда меня поддерживали и верили в меня, даже когда что-то не клеилось. Спасибо. 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 Спасибо.